салютики друзья сижу на террасе балдея солнце наконец-то у нас сейчас начал разговаривать за тучку зашло отдела очки чтоб не морщится в общем лежу загораю лицом и ногами потому что на следующей неделе же вам говорила будет у нас жара то не оденет какую-нибудь платьице не знаю шортики а ноги то белые у всех проблема такая да в конце весны начале лета да нужно немножечко под загореть положился ягодок красивая композиция томатные уме тут остатки думаю вот что с ними сделать жалко все таки если честно думал они там ведре сильно не протянут они так хорошо вытянулись выросли правда я вижу что корни сильно переплелись но я думаю что томаты они такие живучие их полностью доставлю достану разделю мне уже даже была идея думаю может быть здесь на террасе воткнуть вместо цветов но нет друзья цветов тоже хочется и вот по моему уже настало время когда пора надо будет на днях наверное съездить и купить посадить хотя бы вот здесь вот возле окошечка ближайшего потому что дальше там тени здесь вот реально на солнышке в прошлом году вы помните вроде как неплохо у меня росли относительно других годов вот хочу найти то что я вам показывала те цветы которые многолетние я все на кого ты можно здесь это спокойно не посидишь владей кисюндра ты на кого там ходит за кустами а кесси у нас на страже девок не пугай там девочки бедные наверно в коробке забились кися кися иди сюда вчера внезапно отвалился ноготь на мизинце так ровненько сошел давненько у меня такого не было обычно хорошо держится и вот меня теперь дилемма передать сделать просто этот один ноготь восстановить либо уже переделать все блять так гулять по идее уже через недельку все равно бы надо было бы да ну вот для меня всегда самое нудное это спиливать старое новые делать не нудно а старые спиливать нудно вот бы все сейчас взяли так разом и отвалились и прям невероятным образом мы оказались на даче пользуясь случаем пока есть время нужно же будет хозяйство полить я говорю саша тепло жилетку одевает саша говорит нет не надо тепло но я такая мнительная у меня было жарко на скутере ехать между прочим сейчас заварим чаек первым делом на даче нужно попить чай дома и кстати сегодня забыла чай попить катастрофа вот привезла томаты не знаю что с ними делать не знаю куда их воткнуть мне вчера пришла идея саша где ты делал горшки как не знаю говорю знаю где ты делал горшки от алоэ я их сюда оставила где там нет и здесь что это по-твоему ничего шкупу нет землей же они здесь стояли там все горшки высыпал землю а где вот я решила что посажу томаты в горшок покажу вам что у нас за домом володя тут сваркой у нас занимается за домом горшки с любой землей а ну вот этот маленький этот большой и вот этот я возьму большой хотя бы так не пропадать за добро здесь у нас володя приезжает развлекаться настали скоро свадьба будем венок бросать будь лови девочки у нас станет свадьба чеси это поворот венчаться будем что ли свадьба ты сказали мне же замужем уже кстати саша не ты будешь это у нас станет свадьба а у тебя станет выдумщик самовар ставь пошла ставить самовар а самовар уже стоит вчера кто-то забыл выключить и он уже был горячий в общем пью чайок смотрите дома с собой чисто для себя все посчитала записала не может быть за съем но сегодня планирую такую коробочку филадельхии на 100 грамм 280 калорий вкусно на хлеб не вкусно и на в хлеб калорийно а в себя сразу очень даже хорошо саша сидит с меня жут саша работящего он работает он говорит я сначала все докажу что вчера не успел а потом уже можно расслабиться а я сначала расслаблюсь а там же пути чечет на не но я тоже ванра барбар уже ревень вот собрала думаю компост варить или в этот раз может пирог сделать не знаю что посоветуете есть хорошего с рецепты пирогов сра барбаром или с ревень роза страшная скрюченная смотрите пионы помните сажа тут такое пионное как дерево удалил в общем выросло много новых но саша посмотри какая ерунда они все в муравьях видишь да посмотри все в муравьях да ну и похоже было пион до дерева видно да просто он была старая теперь много цветов будет в общем вот это средство я раньше покупала в экшене недорогое хорошая всегда помогала вот розам от этой всей ерунды от ли сейчас бутылка уже пустая я нашла у нас оказывается чего настолько нету нашла вот такое средство вот для роз но я думаю что и не важно и для других цветов тоже пойдет видите кстати а ну да это розы в общем развела в нужных пропорциях в этом же вот как раз буду знать что это для цветов не запутались и пойду опрыскаю наверное ужас ужасный что творится смотри страшно им стало расходится вот так вот сейчас так будет с каждым еще под вами тут внизу хорошо к расцеплю который покупала чё зря покупала что ли просто там где еда что-то мне в смысле где съедобная растительность мне там все-таки не хочется им пользоваться как-то вам пахнет ядрена а вот здесь можно вполне тут у нас нора по ходу мышь поселилась слава богу в доме нету еще чуть-чуть в дом не забегают не повесила главное да сейчас у нас на всем участке пахнет чесноком все почему потому что саша черемшу косил но она уже все она уже цветет видите да но она все уже едят по моему до тех пор пока она не зацветет сразу место столько много тут еще это ежевика то клубника дома до малина то какая-то еще хрень и все это где попала насажена только там попадется завтра пенел за то слива вдруг выросла где-то да вот надо будет завтра пройтись и вот эти вот саш вот эти вот непонятные вот эти вот куски на малины я не стал все выкашивать просто пройдись руками вот там и ты часть выкосил я уже вижу все равно она же вдоль так длиннее шла она вот да не успеет она наверно хотя вот это тоже малина но это будет да это будет и вон там у нас еще маленький будет 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 куда денется малина она же такая ядреная прорастет в общем завтра надо будет пограбить подсохнет немножечко все приедем завтра с детьми потусим воскресенье у нас тоже другие планы думали сначала на велике покататься воскресенье в прошлое еще думали чем томат я не успела пересадить сказеть ночую с друзьями со своими а завтра разберемся хоровод вокруг томатного ведра а кстати да магдалена мне посоветовала вот эти вот все листики убрать нижние которые земли касаются спасибо я так и сделаю в общем на воскресенье у нас были сначала идея покататься на велике потом мы вспомнили лишь у нас другие планы перенесем на следующее воскресенье хотели в прошлое но погода была нелетная в общем это именно для меня как говорится у иванушки все время в одном месте камушки так говорят не знаю короче как говорят но вечно у меня тысяча причин но для меня должна быть идеальная погода и мне прям все должно способствовать чтобы я с наслаждением поехала далеко на велике кататься но это правильно так и должно быть правда ведь мы же для души едем для настроения для как сказать они в пытке поэтому да вот это воскресенье была бы идеальная погода но у нас другие идеи так сейчас нам уже все нет времени надо ехать домой миланку с театра забирать ехать идем с тимуром спортсмены домой опять полный пакет пруд накупили мороженка еще всякого дома покажу мясо не покупали так сказать у нас дома есть фарш пельмени на днях сделать было бы идеально как ты думаешь домашний давно не сделали я саша все агитирую я одна не хочу потому что у нас с ним отлаженный процесс я делаю значит тесто фарш он раскатывает я набиваю он потом их выбивает командная работа командная работа это кстати и завтра утром просто всем из семьи понравились мои банановые блинчики и поэтому я завтра утром сделаю снова такие блинчики пока все спят да да ну даю вам вторую попытку это то что мы сейчас с тимуром приперли там написано кто зрячий тот увидит сколько мы заплатили за все ба-ба-ба-бам 40 евро 50 как и вчера на 20 из них это тимуркина playstation карта поэтому не считается то есть два цули вот это все стоило за смотри у нас восемь штук мороженого видишь на тачку идете завтра не здесь укропчик один большой батат мне так что-то захотелось чесночный вот такой свежий взяла так молоко молоко средства для чистки стекол бананы тимуром надо для готовки макарошки домой взяла вот в последнее время вот такую я уберу именно валди филе тунца простое без масла мне нравится именно что маленькие вот эти вот порции как раз мне на один раз на салат подходит так вот эти вот себе штучки жива кстати вкусные другие вкусы и не пробовала именно вот эти вкусные также мы взяли с тимуром на киновечер такие булочки с корицей очень вкусные такие продаются в пене и в икеа я думаю что они должны быть примерно такими же на вкус стоили они в общем евро 49 вот такая пачка 300 грамм я считаю что хорошая цена вот мне нравится вот снимать верхнюю который там потверже и потом вот тут у наслаждаться корицей да так макарошки сколько у нас молоко 92 дорого вчера за 95 сколько то примерно я покупала дорогой хорошая просто по скидке молоко но сегодня нам уже лень было туда пойти средства для чистки стекла никогда в ауди прежде не брала стоит евро двадцать пять литр свежая чесночина 1 99 центов за картошку вот за эту одну штуку евро 11 мы заплатили на большая 600 чем-то грамм укропчик замороженный у нас закончился всегда беру я говорила вам 69 центов всего кстати хорошая цена мои батончики стоят 2 99 в общем все вы видите сами и тунец евро 79 тут немного сколько получается грамм тут получается 3 по 56 если не считая жидкости и прочего да в общем вот такая покупочка артем попросил у меня сегодня чтобы я пожарила ему гренки он говорит ты знаешь если не сидел в школе почему-то они вспомнил мы их давно не ели и прям говорит так захотелось он пришел со школы горит мама сразу не было времени побежал на русский потому говорит и готовь обязательно сегодня гренки эти просто раз я их посыпала сахарной пудрой все-таки не знаете обычным сахаром как-то вкуснее кайда вот иногда что-то такое очень простое настолько вкусно настолько хочется и быстро и просто и пальчики оближешь блюдо конечно больше подходит на завтрак но захотел так захотел а у нас знаете вообще бывает в семье так волнами что-то очень вкусное зашло или вспомнил давно не ел и можно неделю кушать не знаю на завтрак обед и ужин пока не надоест а потом опять на долгое время забыл у нас с яичневой кашей было одно время поднадоело сделали паузу неделю на две сейчас опять с удовольствием но яичневая кассаша конечно такой момент что мелкая крупа она вкуснее вот сейчас мы нашли магазине хозяин именно мелкого помола вообще совсем другое дело совсем другой вкус ой кажется татьяна переборщил сейчас подумала отварю-ка я сарделечку что-то мне захотелось представляете достала я обычно смотрю на сроки годности когда сырое мясо беру но такое видно не обратил внимание пишу обычно срок хранения очень долгий вы посмотрите 18 04 22 я купила вчера 5 мая то есть не неделя а целых две просроченные да вот себе и германия не раздопение перекопала пол мусорника принципиально нашла чек 499 они стоили прямо сейчас соберусь и пойду короче ущерб морально я должна была ходить по специально ты сходи давай раз такой умный но не отнести я не могу кошмар вернули мне без проблем 5 евро очень удивились я думаю пойду-ка возьму новую пачку все равно мне хочется их прихожу и тут еще две такие же пачки пожалуйста до восемнадцатого сейчас на кассу отнесу им отдам возьму тогда вот такие эти до восемнадцатого успеем нашли из миланы дальше пачку посвежее где-то 20 05 возьмем такие нам главное на кассе не перепутать это брать отдать это отдать кассиру эти купить хорошо и зато молока возьмем то которое вкусное здесь пока скидка да вообще что я могла бы каким нибудь ревизором работать в магазине потому что я уже в лидли в нашем находила просрочку отдавала пальцем им тыкала рыбу там еще что-то короче в этом пене я не помню насчет просрочки я видела в таких вот прям закрытых упаковках непросроченных я находила плесень им отдавала то есть тут магазина в принципе мне кажется в каждом можно найти что-нибудь интересненькое а я вот видите тут наверно лоханулась потому что я еще на камеру же снимала с вами болтала не посмотрела в принципе но сырое мясо я вообще всегда смотрю но и такое тоже стараюсь покупать чтобы подольше были сроки то что знаете я беру не то чтобы вот прям сейчас хочется съесть там ну понимаю что куплю пускай будет там на неделе с кушаем с таким как бы расчетом вот друзья вернулась домой все в порядке взяла свежую упаковку сейчас мы с детьми будем смотреть кино спасибо по моему елене нам посоветовала как тимур зов предков зов предков называется тимур уже нашел еще не нашел зов предков в общем будем здесь не смотреть зов предков вроде как интересно будет рейтинги хорошие с вами уже прощаемся всех обнимаем целуем всем пока хороших вам выходных пока